Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс, в котором каждый день мы постим, размещаем большое количество аналитического контента вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, торговая сессия понедельника прошла довольно таки спокойно, без каких-то чрезмерных показателей волатильности. Это обычно свойственно для понедельника, потому что в понедельник рынок только раскачивается и основные отчеты публикуются дальше по ходу пятидневки. Это собственно неделя не исключение. Сегодня в центре внимания трейдеров промежуточные выборы в США и в четверг еще будет следующий важный фундаментальный триггер. Это отчеты по инфляции в Штатах. Собственно, по промежуточным выборам в США я почти уверен, что демократы, которые сейчас контролируют по сути Конгресс, не смогут сохранить достаточное большинство для этого контроля после этих выборов. То есть, по сути, палата представителей Сената могут оказаться уже во власти республиканцев. Соответственно, при таком развитии событий Байден вряд ли сможет также легко реализовывать все основные пункты своей политической повестки. Это приведет к всплеску неопределенности политического характера, безусловно, дальше уже экономической неопределенности в США. И для меня это достаточный триггер для того, чтобы снова обратить внимание на те инструменты, которые должны помогать пересиживать такие периоды неопределенности. То есть, здесь я снова делаю отсылку на доллар, который обычно растет во всех появлениях политической и экономической неопределенности. Индекс доллара в моменте котируется на отметке 110.23. И то, что мы наблюдали снижение индекса доллара в конце прошлой недели, это развитие простой коррекционной динамики. Честно говоря, фундаментальный фон, вот сколько информации мне удалось уже проанализировать с пятницы, он остается по-прежнему располагающим к тому, чтобы доллар оставался в долгосрочной тенденции роста. И я напоминаю, друзья, хотя, наверное, это и не нужно, что любой тренд, который развивается на рынке, это постоянная борьба покупателей и продавцов. Инициатива переходит то одним, то другим. И сейчас на рынке, именно если анализировать индекс доллара, особенно если посмотреть на график довольно широкого таймфрейма, вы легко сможете убедиться в том, что восходящая тенденция как была вот этой бычей, так она таковой и остается. Выборы в США, как я только что отметил, это потенциальный фактор для роста курса доллара. Отчет по инфляции, который выйдет в четверг, я сторонник того, что мы увидим более высокие значения по базовой инфляции. Сейчас базовая инфляция в США находится на максимумах за 40 лет 6,6%. И допускаю, что цифры будут выше. Соответственно, чем выше будет базовая инфляция, тем больше будет оснований для американского регулятора ни в коем случае не отказываться на данном этапе времени от ограничительной политики, от политики, которая предполагает постоянное повышение ключевой процентной ставки. Да, она сейчас уже 4%, но мы помним риторику Павла. На прошлой неделе, что ставки будут расти и дальше. После того, как ставки достигнутся в их пиковых уровней, которые, кстати, сейчас по прогнозам находятся выше, чем ожидалось ранее, они останутся на этих высоких значениях какой-то промежуток времени, чтобы оценить их эффективность. И это как раз для нас подсказки того, что в ближайшие месяцы уж точно мы не сможем априори работать с смягченной позицией американского регулятора. Потому что до конца этого года остается еще одно заседание Федрезерва Декабрьска. И после комментариев Павла на прошлой неделе мы видим по инструменту FedWatch, который оценивает вероятность повышения процентной ставки, что трейдеры всерьез допускают еще одно повышение в диапазоне от 50 до 75 байсных пунктов. Я считаю, что ставку нужно повысить на 75 байсных пунктов. Здесь логика простая. И, собственно, ФРС придерживается этой логики. Повышая процентные ставки, создается такое давление на экономику, которое начинает ограничивать экономическую активность и тормозить потребителей с демонстрацией их потребительской активности. А потребительский спрос, он один из основных триггеров постоянного роста инфляции. Поэтому здесь придраться к действиям американского регулятора практически невозможно. Мы, конечно же, не знаем до конца последствий, которые могут проявиться, если ФРС вовремя не свернет с пути высоких процентных ставок. Но в то же время я прекрасно понимаю, что если не решить проблему с высокой инфляцией, то последствия будут куда более удручающими для экономики. И может возникнуть проблема, такая же актуальная, например, как и для английской экономики, когда рецессия станет не каким-то потенциально краткосрочным явлением. Рецессия может затянуться на года. В Англии сейчас ее прогнозируют на протяжении ближайших восьми кварталов. Это двух лет. Но, как правило, когда сам регулятор прогнозирует два года, я думаю, что можно увеличивать этот показатель вдвое, чтобы оценить реальный масштаб проблем. По индексу доллара, как я уже только что отметил, факторы поддержки этой недели промежуточные выборы и отчет по инфляции. Я полагаю, что какой-то из этих фундаментальных триггеров сможет стать достаточным, чтобы индекс доллара вышел на новые локальные максимумы. Будем, собственно, ждать индекс американской валюты снова поближе к 112 и 113 пунктам. Десятилетний трешер скатируется на отметке 4.21. Это максимум больше, чем за, по-моему, уже 15 лет. И то, что рынок долга остается на таких высоких значениях, подтверждает тот факт, что каких-либо фундаментальных предпосылок у снижения курса доллара сейчас, по сути, нет. Wells Fargo City считает, что американский регулятор будет повышать ставки вплоть до середины следующего года, и их прогноз по индексу доллара по-прежнему предполагает рост этого инструмента в район 117-118 пунктов и выше. По другим финансовым активам все пока без изменений. Евро против доллара в районе паритета. Собственно, из обновленного новостного фона стоит лишь отметить вчерашний прогноз Goldman Sachs о том, что европейская экономика против, точнее, европейская валюта против доллара в ближайшие три месяца снизится до отметки 0.94. Это даже круче, чем мы с вами прогнозировали. Кстати, Goldman Sachs раньше ожидали, что еще месяц назад, что пара евро-доллар за этот промежуток времени скорректируется до планки 0.97. Но реальные показатели уже ниже. Это следствие того, что европейская экономика постепенно продолжает погружаться в рецессию. Цены на нефть растут, цены на топливо тоже увеличиваются. Газ тоже попер к прежним локальным-историческим максимумам. И последствия после определенного временного лага, они вскроются уже этой зимой для европейской экономики. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что евро каким-то немыслимым образом сможет существенно вырасти выше политетного значения. Доллар иена 146.75, цель 145 никуда не делась. Наша ставка на валютные интервенции со стороны японского регулятора и сам факт его присутствия сейчас на рынке, который будет ограничивать любой рост американского доллара против японского оппонента. Фунт против американцев 1.1489. Ждем детали бюджетного плана. Согласно комментариям Джереми Ханта, министра финансов Англии, этот бюджетный план будет предполагать все-таки, друзья, значительное сокращение государственных расходов и увеличение налогов. Соответственно, таким образом, задача Министерства финансов найти где-то 60 миллиардов фунтов, чтобы покрыть дефицит на такую же величину. По поводу Риша Сунака, я считаю, что на текущем этапе это лучший кандидат, который должен быть в главе английской экономики, только потому, что у него есть опыт антикризисного управления, потому что он возглавлял Министерство финансов Англии во время пандемии. И вроде бы как неплохо справился со своими полномочиями и обязанностями, потому что английская экономика во время пандемии осталась на плаву и показала более-менее неплохие уровни темпа экономического роста и восстановления. Но все будет зависеть от того, как рынок отреагирует на его бюджетный план, который окончательно должен анонсировать перед общественностью Джереми Хант. Я думаю, что реакция будет негативной, поэтому как только детали вскроются, как только все поймут, что фискальная нагрузка на все сегменты общества вырастет, это фунт может быстро камни, вниз оказаться в районе тех уровней поддержки, с которых началось восстановление. Это 1.11, 1.10. Рынок нефти 97.60 долларов за баррель. Сохраняем восходящую тенденцию, динамику, ожидаем рост выше 100 долларов за баррель на фоне по-прежнему сокращающегося глобального предложения. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok